На прошлой неделе мы простились зимой и сделали лето празднично. Веселая, щедрая Масленица – событие по-настоящему народное. Вот только много ли мы знаем о масленичных традициях и как гуляют в народный праздник на современный лад? Подробности масленичной недели в специальном репортаже. Масленица. Этот солнечный праздник в конце зимы радует взрослых и малышей. В разных уголках Могилевской области его отмечают по-своему. В Могилеве гуляние устроили в сквере 40-летия Победы. Масленица еще называется сырной неделей. Это праздник окончания зимы и прихода весны. Праздник прощания с зимой. Считается, что вот эта вся сырная неделя она была направлена на то, чтобы летом у крестьян было, ну так вот скажем, урожай на молоко, да, удой большие. Вот. Для этого вот и как бы, ну, такая магия, так скажем, происхождения. Отсюда и название Масленица. Наши прадеды верили. Масленичные обряды реально работают. Эти традиции много лет передавались от поколения к поколению. К примеру, еще лет сто назад мясо на Масленицу категорически не ели. А сейчас шашлык разлетается не хуже, чем блины. Что знают о Масленице современные могилевчане? Мы кушаем блины. И все. Раньше на Масленицу что было? Было. Еще снег был. Ну и были какие-то развлечения, такие снежные игры, типа, значит, снежки игрались, по столбу лазили. Надо прыгать через бабу. В какой момент мы стали забывать? Обычае празднования Масленицы сейчас сказать сложно. А между тем и ритуалы любопытные. К примеру, вы знали, почему на Масленицу было принято кататься на качелях? Ну, наверное, чтобы до солнца достать, чтобы оно быстрее возвращалось. Вырастал лен высокий. Для этого катались с горок на санках. Собирается много молодежи высоко, да? Или поставят качели рано. Вот собирались тоже на них большущие качели и раскачивались. Чем выше раскачаешься, тем выше вырастет лен. Вот такая, да, магия направленная на то, чтобы в новом году у нас были урожаи. А еще Масленица – это время, когда можно привлечь любовь. На удачу в семейной жизни проводили свои обряды. На Масленицу раньше было принято молодым людям к ноге привязывать полено. Как вы думаете, почему? Ну, наверное, чтобы меньше съел блинов. Чтоб не убежали. У нас ведь еще и сто лет назад сохранялся такой обычай, например, когда на Масленичной неделе тем парням, которые никак не отваживали жениться, которым там уже было больше 20 лет, они все не женились, то девушки делали для них такую колоду. Они брали полено, украшали его бумажными цветочками и привязывали его вот к ноге такого парня. Ну, конечно, парню мог откупиться, то есть конфеты, пряники насыпят, вот значит, будет без колоды. Не будет таскать всю неделю такую колоду. Каждый день Масленичная неделя у наших предков была своя церемония. В понедельник делали чучело. Со вторника начинали ходить в гости. В среду шли к теще на блины. Кстати, эта традиция до сих пор сохранилась во многих могилевских семьях. Теща на блины, зять ходил в среду, как полагается по традициям. Потом в пятницу теща приходила к нему на блины. Блины разные, тут есть с творогом, с курочкой, со сметаной, с вареньем. В каждой деревне, ну, как бы, свои вот какие-то дни, когда вот что-то делали. У кого-то в пятницу, у кого-то в среду, есть во вторник там приходили. Где-то в днях, вот я знаю, в Челикове, там есть такие деревни, там по среднам, наоборот, женщины собирались и шли к пастуху. Вот у них паста, они приносили блины все те же к нему на угощение, вот. А он их тоже угощал там наливочками, вот так вот. То есть у каждого вот дня, в общем, и в каждой деревне были какие-то свои законы, вот по которым мы жили. Не все коту масленица. Эта поговорка – не пустые слова. В масленичный четверг лакомствами угощали и домашних животных. Для некоторых даже отдельно готовили блины. Грине блины не по нраву. Быть может, его сосед, северный олень Гоша, угостится. Вот как тянется к блинам. И снова нет. Потрогать. Потрогать, конечно, можно. Он у нас ручной, пожалуйста. Но он как раз сбросил рога. И поэтому сегодня он уже безобидный, как котенок. Видите, он уже привык, что его гладят. Я вот пытаюсь его накормить блином, но блин, к сожалению, он есть не хочет. Хлеб вот любит есть. Попробуйте. Весну животные засада встречают немучными лакомствами, как животные наших предков. Кабан-фунтик – фитнес-пробежкой. А бык-борис с приходом весны подружился с козлом. Несмотря на разницу в весе, рогатые стали добрыми соседями. Бросили рога. То есть уже готовы к весне. Мишка проснулся. Тоже уже это самое. Уже значит, что весна пришла. Звери начали линять. Прошла у них уже летняя линька. Так что весь засад с этой масленицы уже начинает жить весной. В масленичную пятницу было принято, чтобы молодые навещали семью невесты. В эти дни устраивали еще один обряд – проверяли подушки. У кого на масленицу было принято проверять подушки? Ну, наверное, у девчонок холостых. Я такого не знаю. Не могу сказать. Но интересно было бы узнать. Ходили проверять подушки, перины для тех девушек, которые недавно замуж вышли. Вот откалят или на покровы. Приходили, проверяли, мягкая или перина. И ждали, конечно, что там будет им угощение. Если нет угощения, значит, за подушки и за порог. И кричали – подушки продаем, подушки продаем. Покупайте. Вот такие вот. В субботу снова по гостям. Устраивали веселые забавы. Бились подушками, поднимали гирю, залазили на масленичный столб за сапожками для невесты. Катались в упряжке лошадей. Житель северной провинции Китая Ван Сулян на масленице впервые. Студент Могилевского университета им. Кулешова в Беларусь приехал меньше года назад. И с удовольствием участвует во всех масленичных забавах. Ван Сулян у нас впервые попробовал блины. Главный символ масленицы студенту из Китая пришелся по вкусу. Кому-то из нас по душе тонкие ажурные блины с маслом или с начинкой. Другие пекут пышные оладьи. Вот только каким именно должен быть правильный масленичный блин, символ весеннего солнца, сейчас уже мало кто знает. А ведь раньше правильный рецепт этого лакомства знала каждая уважающая себя хозяйка. А сто лет назад в Могилеве, например, на масленицу обязательно блины были гречаники. Гречневые, то есть из гречневой муки такие толстые. Совсем не похожие на блины пшеничные, потому как они более мягкие, а те более твердые такие. Вот гречаники обязательно. То есть гречаники так не сложить, не свернуть? Нет, он сломается. Гречанников на современной масленице днем с огнем не сыщешь. В Могилевском университете продовольствия на масленицу пекут оладьи. В этом году их приготовили рекордное количество – 35 килограммов. Девчонки, а вы знаете, как приготовить самый вкусный блин? Главное – готовить с любовью. И главное – душу вложить в него, чтобы это было все вкусно, изысканно, натурально. А еще здесь каждый может сделать фото со счастливым блином и с красной икрой. Ну и что, что икра не настоящая, зато атмосфера самая, что ни на есть праздничная. Счастливой масленицы! Последний день масленицы и прощенное воскресенье друг у друга просили прощения и, облегчив душу, шли провожать масленицу. Современные проводы зимы – это не всегда песни и пляски. В нескольких километрах от Могилева устроили масленицу экстремальную. Желающих провести этот день, покоряя бездорожье, оказалось немало. Железных коней оседлали даже девушки. Ну, нормально, хорошее настроение. Хорошая погода, хорошая масленица, хороший отдых, видите. А вместо народных песен на «Автомотомасленице» устроили живой рок-концерт. «Автомотомасленица» Ничего такого нету в Германии. Но ей здесь нравится, как бы необычно все это. Ну, а блины белорусские уже попробовали? Белорусские панкейки. Супер! Экстремалы уверены, такие гонки на трассе могут стать новым обрядом славянского праздника. Почему бы не встречать себя с утра на мотоцикле, а вечером с блинами? Печем блины, желательно по нашему белорусскому рецепту. Мясо, сальце, лучок. И толстый, очень толстый блин на закуску. Финал проводов зимы – всем известное сожжение чучела. Любопытный факт – мало кто знает, что у масленичного чучела было имя. У чучела-масленицы было имя. Как вы думаете, какое? Не знаю. Без понятия даже. Блинник. Не знаю. Мария. Может быть, Баба Ева. Я не знаю. Иногда это чучело называют Марена. Такое имя в нем. Потому что в мифологии белорусов есть богиня. Такая месть, и она называется Марена. Отсюда, наверное, что-то такое темное и страшное. Чучело, как символ зимы, который делали из соломы. Старые, обмолоченные соломы, конечно. Иногда наряжали, если были какие-то старые вещи. Иногда просто соломина. Обязательно водили хоровод вокруг этого чучела. Пели песни, в которых благодарили за всю ту зиму. Ну, за снег, который, естественно, укрывает землю. Напоят этот снег весною землю. А потом прощались с ней, отправляя ее до следующего года. А для того, чтобы точно знать, что уже ничто не вернется, чучело закапывали или сжигали. А вот у студентов свое чучело. Современное, праздничный фейерверк. Традиции тоже как-то поддерживаются, но как-то становится все более интересней, и молодежи это нравится больше. Как видите, традиции Масленицы со временем меняются, но прежними остаются веселый задор, изобилие блинов и такое ощутимое предвкушение весны. Это ли не главное? Продолжение следует... Продолжение следует...